добрый вечер в эфире программа хроника счастливых путешествий с вами я игорь тимофеев и сегодня у меня в гостях старые знакомые гуру российской журналистики русский проживальский у меня так с тобой два года теперь последнюю поездку по южной корее ты уже ездил без меня как новое впечатление а южной корее и внешний автотур 2009 ну корея все так же южная корея сейчас модно ведь северная да аксёша собчак сейчас модно стало самый последний тосты песк моды съездить северную кореи потом рассказывать как у них там одни штаны на всю лестничную площадку а я люблю комфорт поэтому я поехал в южную корею нет это я считаю что таких предложений отказаться очень сложно 11 дней вот за счет естественной фирмы на журналистов группа была смешанная как как и два года на прошлый раз и купивших тур кстати цены были очень умеренные я считаю что дисплей тысячи долларов за 11-дневную поездку с дорогой с бензином с арендой машин с гостиницами с питанием действительно очень дешево вот ну поездка оправдала мои надежды когда мне главный редактор мой сказала ну и чего ты южу чуть это корее ты же был там игру ира пожрать на просто корейская кухня это нечто это действительно каждый раз сюрприз всякий раз когда садишься за стол сюрприз и я заметил что не надо ничего спрашивать а что это что этой иначе будет невкусный ешь подряд и и радуйся жизнь слушая а в прошлый раз какая-то часть народа сначала все-таки требовал макдональд что-то такое европейское но потом все подсели как на это да кстати все подсели знаешь вообще начинается удовольствие начинается уже с южнокорейского рейса конечно ощущение что ты летишь все-таки на южнокорейском боинге она как не радует те кто постарше помнит эту эпопею когда наши вооруженные силы сбили уже корейский боинг но я это это шутка на самом деле корейский рейс это нечто необыкновенное но тут был смешанный рейс поэтому на контрасте с протокольными лицами наших стюардесс если сравнивать с таким легким презрением как пассажирам и а южнокорейские стюардессы но они же поют они действительно поют она спрашивает присядет на корочки что какую кухню корейскую европейскую неважно что ты ответишь хоть японскую но она счастлива уже того от того что ты и ответил и вот это вот искренние искренние счастье вот этих вот стюардесс да и вообще любого обслуживающего персонала южной кореи она она действительно искренне она не делала на его не сделаешь ни за какие не она греет душу путешественника поэтому но и сама корея ездить по корее это сплошное удовольствие но за рулем особенно хороших машинах а мы ехали на новой продукции прости не hyundai а hyundai хендэ да теперь я не могу говорить чем дальше вот это было было две марки автомобиля одна genesis но это такой бизнес-класс автомобиль бизнес-класса 38 двигатель 290 лошадиных сил серьезная машина довольно тяжелая вот и самое главное ради чего стоило ехать мне как автомобильному журналисту корейцы начали дела гибриды игорь а гибриды между прочим пока умеют делать только японцы только японцы и продавать их уже уже таскать отточенное производство отточенные технологии не американцев не европейцев гибриды по-настоящему еще не получаются до той степени чтобы их запустить в серию корейцы на чему и получилось получилось конечно похуже чем у японцев это был автомобиль аванты нас он известен и в европе как этот элантра вот двигатель 16 газовый на газе не на бензине ну что я могу сказать если сравнивать с японскими гибридами такого же класса такой же двигатель у японцев конечно это все покруче а корейцы чем отличается ну слабенький движочек но не приемных 12 секунд до сотни практически это наши жигули такая ну хорошая машинка сделанная вырезанная все на месте понимаешь что это прорыв действительно технологиях вот но она спокойненькая такая верно для городской езды в самый раз но я не думаю что она у нас найдет применение потому что у нас гибриды покупают но покупают их в основном это дорогие машины это лексус и вот rx вот для чего для того чтобы просто богатые люди покупают не не ради экономии и экологии для чего они собственно предназначены ну а для того чтобы вы не баллы что попал за и панк свои спутницы как там они чем отличаются гибриды там же на дисплее все переливается как идут эти крутящие моменты педальку бросаешь они все переливаются вопрос не разные нужно дисплей врезал в торпеду и на этом дисплее 4 колеса и от них от колеса к колесу идут струи цветные потоки электронных то электричество она там голубое бензин она там еще чем-то когда тормозишь этот мультфильм смотреть на дорогу сбивают люди пассажиры длинноногих в общем-то водитель дорогу да ну ты вообще как тендра свой проводил как игорь было корейцы очень гостеприимные люди страна вылизанные ухоженные ну это я в курсе все да ты видел все это ты был все каждый горизонтальный кусочек засеян плодоносит это как у них кредит как-то сказался на знаешь сказался кризис бензин подешевел в полтора раза когда мы с тобой жили два года назад это был пик нефтяных целовек барреля он стоил без малого 2 доллара литр а сейчас полтора доллара то есть произошло то что происходит во всем мире снизилась цена нефти в два раза практически да ну бензин упал полтора раза а у нас ну про нашу страну да я когда ехал как раз по америке три года назад то же самое цена на нефть снижалась и через день уже я видел это снижение на заправка не будем о грустном ты мне скажи кимчи осталось такой же острый до соленая но уже экскурсии как и делать не проводили мы ехали но практически по тому же маршруту что с тобой тоже поражались пусаном у нас была морская там искусить вот но остановки были в других местах и кимчи мы ели в полном объеме это знаменитая квашеная капуста в общем-то по нашему да и помнишь как два года назад когда наших ребят повели на предприятие где это капуста делают все рванули и записали рецепт к сожалению в этот раз этого не было зато мы увидели потрясающий диснейленд ты знаешь я ну я так не скажу что я специалист по диснейлендам но когда это примерно три футбольных поля под крышей был дождь и нас повезли в диснейленд под крышей ему 20 лет и там есть но черта высота мне там есть и джунгли там есть и дикие обезьяны там есть и воздушные шары и американские горки и железная дорога и искусственный лед гигантский каток но все для для детей для взрослых тоже я ходил и жалел очень наших детей у нас передача положительная поэтому думал кстати об обрамовича ты знаешь почему ты знаешь у нас с этими диснейлендами я вот живу на юго-западе там на калужской все время порывается жена мэра построить по моему по слухам диснейленд и лично я против потому что это половина парка оттяпают и как бы и будет там непонятно что и пробки и все поэтому где там кстати диснейленд в центре города или где-то на нет на окраине ты знаешь там корея она вообще вся зеленая поэтому где-то в пределы города улице рядышком и гигантской ну два с половиной футбольных поля точно но не в парке вовсе нет ни в парне не там внутри там есть все что хочешь поэтому жаль все таки что наши дети вот обделены не не знают что это такое ну какая-то часть детей едет уже по миру и гагаю штамм большая часть детей ну слушай как вообще жизнь что-то нового написала где был за эти два года тест-драйва в основном игорь нам многие завидуют вот летают по всему миру действительно многие там не успел силу у нас парчат полетели как раз токио на токийский автосалон вот еще там пару журналистов полетели в калифорнию то мерседес испытания проводил вот за эти два года я побывал кстати очень таких и замечательных местах я бы в марокко где проводила рено тест-драйва частности рено колес который на меня произвел впечатление это кроссовер и но первый кстати кроссовер и но марокко потом португалия citroen поэтому там в праге были но такие поездки приезжаешь когда прилетаешь ключи от машины берешь на аэродроме в аэропорту садишься у тебя легенда у тебя там этот навигатор в лучшем случае едешь до страну ты видишь страну ты видишь видишь ее так сказать как бы изнутри слегка чем автомобиль я люблю чем она отличается от всех других способов путешествий что ты не взять и вопрос по этому поводу такое достаточно мнение считается вот в поездках автомобиль мешает потому что все таки он во первых отнимает на себя много времени плюс конечно пробки особенности по городам путешествует кто-то считает что вот автомобили и кто-то вообще не может без автомобиля твое мнение как но мое мнение противоположное потому что автомобиль позволяет во первых главный это свободный полет я могу поехать по платной дороге я предпочитал кстати я не спешил я предпочитал альтернативные всегда дороги бесплатные да на них ограничения да на них медленнее едешь но я увидел ресторанчик я увидел красивый пейзаж я подъехал зашел посмотрел меню вышел пойму собственно для этого то я вполне смотрю а второе не менее важный автомобиль помогает экономить объясню как я например когда путешествую по европе я никогда не останавливаюсь в городах я всегда останавливаюсь за пределами городов потому что имея машину утром проснуться это дешевле гораздо дешевле это раза в три гостиницы дешевле чем в той же венеции там неаполь время вот помогает экономить я считаю потому что на гостиницах довольно много экономичья мы останавливаемся в скромных кемпингах в авто этих вот ну а насчет парковки да но я тебе скажу что в европе все-таки гораздо легче есть чем у нас если мы мы обычно где куда едем по музеям музеи исторические центры там старый город я не помню европейского города чтобы там не был парковки рядом с подобным вот музейным центром или крепость какая-то или старый год обязательно есть парковка обжать на стоит электронное табло что кп места заняты или брать свободно подъезжаешь платишь оставляешь машину мне например на бродвее есть знаменитая кофейня я забыл как она называется но слышал они еще до поездки в америку и вы решили я решил умру но выпьетом чашку кофе что уж такая знаменитая а в америке мне все не нравилось кофе паршивые пиво очень-очень некачественные тут думаю все-таки попробую ну что 27 долларов за час заплатил подземная такая наша этажерка в лифт заезжая должна конечно и попил чашку кофе ничего особенного тебе доложу но парковка есть везде у нас гораздо сложнее с этим делом каждая гостиница каждый торговый центр имеет либо сам подземную парковку либо договор аренды сблиз лежащий вот поэтому путешествовать одно удовольствие главное чтобы не в сезон не тогда когда они все устремляются на юг это по моему если я не ошибаюсь август конец июля это основной когда все дороги запружены в европе когда очень-очень сложно передвигаться вот едут со скоростью пешеходами каждый год мы это наблюдаем а я обычно сдвигаю на месяц полтора-два а ты как все-таки рекомендуешь там машину брать или от нас мне кажется разницы большой нет просто не каждый может себе позволить простегнуть 2000 километров скажем до той же германии до парижа это три тысячи дверна почти 3000 километров чтобы там взять машину просвистеть белоруссию польшу все эти границы и так далее но это такой ненормальный только как вот я я люблю для меня это не расстояние главное чтобы мои спутники соблюдали дисциплину выход по команде как брейк когда пауза кофе-брейк по команде туалет по команде все по команде потому что все же знают путешественники что в общем быстрота передвижение это не скорость это количество остановок я дисциплина да естественно слушай но закончим с южной кореи что там самая яркая на этот раз был но опять же как что не до кухня кухня я с таким наслаждением еще в самолете как конечно попросил корейскую кухню вот кухни и мало того я не могу отказаться от этих блюд вот их ощущение я не все спрашивает а что если сравнить там с китайской но я в самом китае не был но на тайване там китай пахлище китайского все-таки мне кажется что корейской кухня она более пряная но нет так показалось я на тайване был 10 дней тоже такое большое количество времени с как раз делегации жириновского но персу они больше кладут но может быть да я не особенно люблю острые но вот это вот вот когда тебе ставят но в китае же не ставят блюда главный ты берешь чем отличается корейский любой ресторан заказываешь мясное блюдо если помнишь а вокруг ставят 10 минимум плошечек и все это бесплатно все это до кроме 1 основного блюда это прилагается как бы и вот и и вокруг тебя ходит и постоянно все это добавляют и тогда вот это ну и конечно народ ты знаешь я снимаю шляпу перед народом наверное очень здорово жить маленькой стране преступность 0 в основном она туристская в основном туристка есть ты помнишь месяц полтора назад какой-то корейский министр попал перед телекамеру пьяный обрадом зале газета что ты думаешь он покончил жизнь самоубийством вот вот это я понимаю вот эта страна хоть у нас и веселая передача но мне кажется это положительная информация кого из семьи приобщил к путешествиям даже не знаю нет но сейчас уже сыновья выросли сейчас уже их на заднее сиденье не бросишь и не повезешь как раньше когда я был там по 10-15 лет сейчас у них свои интересы старший сын у меня уже месяц гуа со своей девушкой магазин какой-то там открывают они живут на не первый раз они там а сейчас уже накопили средства конечно основное то что взяли в мамы с папой вот и мы к ним на новый год кстати собираемся с женой встретить новый год там я уже оплатил дорогу а младший младший работает потихоньку закончил мадиру и он он сам путешествует он с удовольствием садится на автомобиль мы все на колесах у жены машины у меня у сына вот и он и в питер ездит сам я волнуюсь безумно конечно я знаю что такое дорога а тут у меня был день рождения что подарить сыну на день рождения конечно денежки сыну которому 23 года который взрослый естественно их потратить лучше я ему подарил ровно столько сколько ему лет тысяч рублей вложил их в свою книгу которая недавно вышла называется водительское мастерство и безопасность книга который мне удалось ну ну все собрать понимаешь я очень старался собрать западные методики проанализировать их выложить буквально на блюдечке с голубой каем очка людьми там на широкий круг да я я считаю что эта книга даже профессионалам полезно но получилось ну чё там скромничай я вложил управляю спасибо вот вложил эти денежки в книжку и сказал грешечка вот эти можешь тронуть когда всю книжку прочитаешь ты чё ты думаешь за три часа почитал можно кому-то порекомендовать неплохой дорогой способ данного будет я для грамм прочитала и понимаешь мне очень хочется для чего же мы все пишем для чего мы сами на своей шкуре все это испытываем для того чтобы помочь другим людям чтобы есть же обучаемые люди не но есть конечно тупы которым нам нужно только на собственной шкуре но есть и более такие продвинутые но как мы с тобой например которые могут учиться ну да которые могут учиться и на чужом опыте вот я рассчитываю что что мои дети мы-то уходим они остаются так вот мне хочется чтобы они никогда не попали в очень серьезную тяжелую ситуацию на дороге которые не дай бог поэтому стараюсь хоть такими способами их как-то образовывать и и младшего и старшего как у жены дела вот ну жена стала резко играть театре за эти два года кстати вот то у нее там тогда уж скажи что на нет ну там было написано конечно я еще раз кто не знает что мой гость женат на самой очаровательной актрисы советского союза и россии марина дюжевой вот известный там по фильмам скажем по семейным обстоятельствам трактир на пятницкой там именно именно до покровские ворота вот она очень резко прибавила в своих свои театральные дети сейчас у нее пять спектаклей пять спектаклей они идут она объездила всю россию до камчатки и было даже в зарубежье в арабских эмиратах на следующем вот они штаты собираются это антроприза то есть что такое антроприза все знают но это не то антроприза которые говорят звезда на фоне занавески понимаешь а это антроприза например независимый театральный проект я не хочу не собираюсь его рекламировать на его спектакли такие как леди знает куда не попасть боинг боинг они стоят сотни тысяч долларов они костюмы это это настоящая полновесность вот спектакли сегодня у них стать спектакль театре вахтангова в семь часов дорогая помыла и кого она играет знаешь самая красивая там очаровательная играет бабульку к аристократку в прошлом которая живет на свалке нынче этот это такой прикольный кстати еще можете успеть сегодня попасть да кстати театр вахтангова в семь часов начала вот а тоскую я игорь по соединенным штатам америки представь себе вот такое сложное у меня отношение к этой стране первый визит сша это 89 год ровно 20 лет назад ровно до месяца было довольно негативное такое но как мы привыкли в общем-то важно но 89 год еще же был советский союз на был советский союз я тем знаменит что я проехал берлинскую стену за два месяца до за полтора месяца до и падения и переезд из одной зоны из восточной мы ехали из западной восточную вот этот переезд через эти контрольные пункты это одно из сильнейших потрясений в моей жизни но мы заговорили об америке а вот последняя кругосветка в 2006 году и было две всего 1 20 лет назад я проехал на автомобиле москвич 2141 а вторую на автомобиле киа спектре тот и другой автомобиль были моими собственными а вторая ты знаешь я влюбился в америку во первых я проехал 13 тысяч километров по ней 13000 но это перекрестил заворот восток да и заехал на самый север это бостон это восточное побережье и оттуда значит через нью-йорк не останавливались даже в нью-йорке на самый юг и доехали доехал я до самой южной точки континентальных как они пишут соединенных штатов там что интересно это идет вот флорида а от флорида еще идут острова такой дугой и это похоже на ту как камень бутки бросишь плоский да вот дело шлепается там остров а где он летит там мост и все это с единым мостами прекрасного очень красиво американцы ведь не строит один мост на котором туда-сюда они строят два моста рядом через какую-то зону разделить по одному едешь ту сторону по-другому в эту ради безопасности и вот последний островок который назывался key west где жил знаменит тем что там жил эрнест химингуэй и писал как сейчас помню написано этот дом дом довольно большой ты знаешь и это 12 на 12 если вот так трехэтажным купил за 5000 долларов я зашел я посмотрел внимательно всю экспозицию кстати там стояли издание на русском языке что было очень приятно но его спиннинг увидел с вот такой леской но самое интересное что на отмостке бетонные этого дома вот вокруг него лапы тех 27 если я не ошибаюсь кошек который которые жили еще как бы при нем и они сейчас живут конечно это уже не те кошки но лапки у них отпечатались навсегда в этом цементе и значит когда вы хочешь из дома и буквально метров 300-400 до края суши стоит чугунная гигантская тумба за которую швартуются океанские лайнеры вероятно такая же они написаны до куба 90 миль и написано самая южная скамейка континентальных соединенных штатов самый южный фонарный столб к ним самое южное кафе и так так все самое южное вот но то что меня еще потрясло кроме дома музей химингуэя очень люблю химингуэя поэтому я с особым волнением ходил по его этажам и комнатам там есть музей кладов неподалеку в этих местах очень свирепствовали пираты и много-много кладов находили ну и уже в цивилизованные времена все эти клады значит многие из этих кладов попали в музей но это ж но это золото это бриллиант это надо видеть причем ки-уэст расшифровывается если я не ошибаюсь в английском как ключи от запада ки-уэст а если испанский с испанского то это гора костей потому что да вот я читал там это прежде чем познакомиться значит прочитал кучу литературы когда туда высадились европейцы впервые они увидели кучу человеческих костей назвали вот испанцы же не были назвали этот остров вот так так что это еще надо выяснить почитать что а что за кость это были но человеческие но там никто сейчас толком не может на этот вопрос ответить людоеды наверно там жили жрали жрали друг друга и я кстати разгадал секрет американской полиции я разгадал на 23 день всего я путешествовал 33 дня по соединенным штатам да так вот только на 23 день чего я только низ как я только не спрашивал у наших же ребят живущих там но объясните мне не часто но может быть за за весь месяц ну раз десять я наблюдал на таких отмороженных вот как у нас которые там с ревом вот так вот смотрю через полторы две мили полиции их воспитывает как каким образом не мог понять кто-то говорил что у них видеокамеры кто-то говорил да не закладываю друг друга там кто-то и другое тоже верно да все это есть и план кстати у американской полиции есть потому что они в конце месяца наиболее опасны американские полицейские дорожные оказалось все гораздо проще лишь был в америке номер раз ну вот вспомни их high way freeway так как правило там три-четыре ряда отбойник зеленая зона опять отбойник и встречный брак каждые 5-7 миль разрыв отбойники и дорожка посыпаны гравием и так и хочется и знак ноутур разворот запрещен эта дорожка для полицейской машины каждые 5-7 он туда встает его не видно у него сектор спереди сектор сзади если он видит мгновенно засекает скорость который человек превышает после чего увидев на нарушителю он въезжает поток и в зеркало ты его не идентифицируешь почему у американских полицейских машин люстра два с половиной три сантиметра высотой вот это вот мигалка переливающий это у наших вот такая а у них внутри сантиметра поэтому когда ты смотришь в зеркало даже в ясный день но дуга над крышей все тем более у них капот крыша и багажник не раскрашены у них раскрашены только бака обрати внимание американских полицейских картинах только бака едет машина как все но когда он понял вот он нарушитель они действуют очень про меня один раз остановили под сан-франциско я превысил скорость на 19 километров в час подошла женщина лет так тридцати двух тридцати трех очаровательно с таким вот кольтов ну пожурила и отпустила 19 милли это довольно много 10 процентов ну и как они задать идут на задержание значит пристроившись за тобой не как у нас начинает обгонять там твою мать то восстановиться матюгальник и все такое он за тобой пристраивается пробивает тебя по компьютеру видит что машина там скажем рентокар вот ну там известно кто взял откуда и так далее пробивает по компьютеру потом вот все одинаково фуражку берет справа сиденье надевает и включает мигалку ты должен остановиться на обочине а он останавливается не за тобой не перед тобой а на пол корпуса левее чтобы тебя оградить от дорожного движения подходит с обратной стороны со стороны пассажир и начинается разговор руки на руле естественно все это было да то я вспомнил как мы с приятелем тоже ездили по хайвею и значит тоже так пристроилась остановиться а парень ошалел плюс еще пиво выпили так как это уже нельзя останавливаться и он стал прибавлять скорость играть я не могу остановиться и значит за этой машины еще одна машина чем нас уже в пять штук их сопровождала наконец и они мигали да они мигали знак остановить конечно да он наконец его начал там бить по по спине говорю давай останавливайся он остановился вышел мы стали говорить что вот мы под не могли остановиться потому что была остановка запрещена самое интересное что они поверили сказали да извините мы должны все-таки были остановиться ну теперь вы это знаете и все так что вот такая у меня знаешь одна из самых таких колоритных встреч на американской земле еще когда в первой кругосветки на москвиче 2141 уже как она там вообще какой-то восторг вот-вот-вот неописуемый восторг вызывал рашенка у американцев почему неважно что у него внутри а у меня еще машина вся расписанная было и была такая полоска написано раша 1 то есть я возглавлял как бы свою русскую группу стоит на заправке уже так сумерки подъезжает porsche porsche такой знаешь типа боксер ну седан такой шикар выходит оттуда моложавый парень лет 30 35 и он как увидел вот так и в изумлении встал и только одно слово рашенка их я понял у них представление такое что ну ладно детей мы можем делать ушанки шить мы можем икру там добывать вытряхивать и водку ракета тоже но ракеты вероятно до впервые в жизни он увидел рашенка и он значит ходил все щупал а он довольно современный по тем временам то был 2141 это узор и он так садится ко мне сюда на правое сидение а уже под варнички включены и отопитель так он чуть-чуть чуть-чуть так подсвечен и он так смотрит компьютер я говорю нет это не компьютер я не знаю как отопитель по-английски а он спросит а где компьютер я гернет компьютером это плохо а кар хороший тут я ему возьми да скажи вот какие они наивные так тому что ты сказал я говорю давай change он на ночь вот так что раз он кар поразил американцев и они вот на дороге едешь они как видят ну раша они машут руками но у них ноги свободны они включают этот самый круиз-контроль окна опущены мы начинаем сувенирами перекидываться из машин машина вот кстати я не видел в америке знака выше 70 километров 70 миль в час не видел проехав ее всю это очень редко 70 недопустимую скорость максимальная в основном 60 миль но это 110 километров вот и поэтому не но у нас тоже 120 километров по идее максимальная скорость которая разрешена да да ну там машины более-менее этот поток соблюдают но не в городах не на подъездах городам там идут все будь здоров вот я сначала думал что там все-таки более вежливый вот я сан-франциско поездил а там же я первый раз эти развязки как-то привыкаешь что левые ряды не могут уходить куда-то прямо и а там же наоборот они вот выходят все и и ты нужно тебе перестроиться я так несколько раз съезжал куда-то совершенно непонятные места не одна из самых кошмарных историй мы вообще в моей жизни приезжаем в бурдентауна там крупнейший аукцион америки а я изучал аукционы я все свои последние машины то купил на аукционах в америке поэтому мне это было очень интересно но нашли гостиницу нас было двое мне неудобно говорить второй человек он генеральный директор очень серьезного издательского дома мой друг старый опытнейший опытнейший профессионал автомобилист и так далее и значит но приехали он гордил дай ключи время где часов девять так вот я говорит съезжу за пиццей в ресторан идти не хочется мы устали возьмем там пивка и специй поужинаем а утром на аукцион ему даю ключи данные документы он уезжает час нету а пицца вот этот ну 300 метров видно из гостиницы но 400 не больше час нет 2 нет я звоню ему мобильник оставил атлас оставил а навигатор не было ребят прошло часа наверное три представляете я уже я уже не знал что делать появляется мокрый вот так струится под глаза бешеные шальные оказывается поехал кирпич естественно любой русский налево направо направо поехал опять какой-то кирпич и оказался он километрах в 50 короче паника началась паника началась и хорошо ему повезло что он что манила я ехал он карту но он он остановился погасил свои нервы взял себя в руки вспомнил карту представим хорошо звезды были еще небо он как-то ориентировался и выехал но это было он он приехал вот такой это был страшно действительно вот эти вот жуткие развязки но если например майами это город с полумиллионным населением но это тверь наша так там пять уровней на въезде в майами если ты помнишь 5 уровне это же мне повезло что меня перед каждым городом встречали американцы они следили за пробегом по интернету встречали провожали и потом значит выводили на дорогу то есть я не тратил времени много на это в третью кругосветку не собираешься ты знаешь игорь перед подписанием контракта рено с вазом это было полтора года назад нас повезли нас немногих петель пятерых журналистов нас повезли на рено там была встреча с двумя лиц президентами поскольку я говорю по-французски то поскольку я был самый старший как бы дуаен корреспондентского корпуса я обронил там проговорился что вот у меня было две кругосветки и вот после последней на киа спектре я разница цены цены на машину как я уехал приехал боссе составил 700 долларов то есть на 700 долларов man машина стали дороже продаваться и когда я рассказал что каждые три часа я был в эфире живом эфире что это было такое шоу нон-стоп то есть в реальном времени она проходила у него глаза загорелись он говорит как вы мистер гейка как-то насчет 3 кругосветки на лагуне вышла у французов у рено лагуна 3 очень хороший автомобиль мне очень понравилось ну а мы сидели пили вино я году хоть час в том бы нет мы сейчас мы пьем вино завтра он мне говорит давайте представить давню свою визитку представьте пожалуйста маршрут бизнес-план мы сколько будет стоить спросила я сказал ну тогда это стоило я два раза я превысил цену 100 тысяч долларов но я думаю что сейчас мы в 200 вот еще уложимся а я уложился в 40 тысяч восемьдесят девятом году ну и ты знаешь ты разбередил можно сказать больное место на мозоль наступил потому что мне игорь аж мне 61 я уже пенсионер я весь июль провалялся с позвоночником твои любимые америке только жить начинают я не говорю ничего но и весь июль я пролежал с дикими болями позвоночника в нейрохирургии 67 больницы у меня очень серьезные дела поэтому не выдержу к сожалению конечно хотелось бы не но кругосветка же можно как бы перелетать переплывать не обязательно все за рулем ну а какая жена тогда когда сняток кругосветка вот в том-то и дело я кстати хотел спросить вот само понятие то есть я в общем-то был вот во многих странах но кругосветка мне ни одной нету а в этом есть какой-то вот такое магическое что ты вот вокруг свет неважно как ты можешь облететь ты можешь там оплыть на еще магическое что каждое утро каждое утро двигаясь на восток туда удаляешься от дома одновременно приближаясь к нему вот только это да вот магическая форма кругосветки простая сервис на автомобильной удаляя светлая правда и каждое утро солнце тебе светит в глаза и каждый вечер она светит тебе бьет через зеркало заднего вида все-таки это надо попробовать но может быть да наверное надо ну ты знаешь вот последняя была чем хороша не было ни в одной кругосветки не было задачи пройдут машины дойдут машины до господи американские европейские дороги даже для отечественных машин от семечки чутом у меня не на москвиче вообще не было ни одной неисправности точно так же как и на этой киев не было вот единственный по сибири мы ехали чуть бензобак не пробил этими камнями а смысл в чем этого путешествия вообще не люблю автопробеге ты знаешь я еще днем едешь вечером пьянка днем едешь вечером пьянка ничего кпд этих пробегов ну не мизерный буквально а чем хороша та кругосветка которая была повторю каждые три часа в эфире человек едет на работу слушает авторадио да юра ну как ты там ты где да я вот только приземлился в лиссабоне вот из сан-франциско вот сейчас машину мне там подгонят едет человек сидит на работе там проходит часа три-четыре ты где да я в мадриде вечером есть работы ты где да я в париже и я я как бы беру с собой всю свою аудиторию я и рассказываю и каждые три часа то есть это динамика ну тут главное конечно найти хорошие слова интересные вот и но это большая нагрузка но это и самые лучшие воспоминания знаешь это такая нагрузка что я иногда думал что меня крыша поедет потому что ну представь себе у меня две десятиминутных программы в неделю но их надо еще написать их надо озвучить где-то ты приезжаешь вечером 700 800 километров по америке больше тяжело было 1000 у нас был рекорд по россии мои могли полторы просвистеть со скоростью там 180 по 200 а по америке нет вот ты приезжаешь вечером тебя глаза уже все закрываются хоть спички вставляй а россия просыпается там утро и морзилки интернешнл сейчас будет весело заставлять тебя сказать что-то бодренькое вот ты сидишь я даже не позволял себе пиво выпить чтобы не расслабляться до тех пор пока я не войду в эфире не отговорю сам понимаешь что такое эфир вот и придумаю чтобы такое веселенькое им сказать стране просыпающийся эти у тебя уже здесь глубокая ночь и ты как выжатый лимон но мы сделали это еще раз снимаю шляп спасибо играешь слышали но время у нас ближе уже к завершению хотел тебе вот вопрос по машинам задать все-таки вот эти гибриды как стоит на них переходить или это пока еще для нас это не существо не злободневный вопрос для россии они во-первых дороже гибриды естественно дороже потому что технологии выше они дороже где-то процентов на 30 она газ просто если переходить на газ динамик потеря динамика всегда потеря динамики но ведь гибриды они действительно они из-за экономии топлива и главное все таки это экология экология они очень сложны не дай бог что-нибудь с ним даже если дилерская станция то не факт что там справиться ты уже все в кого да это очень сложные автомобили на западе да они так сказать в повестке дня для нас пока поездим на бензине но ближе к финалу я всегда два вопроса фирменных поделиться рецептом моделью счастливого путешествия у тебя он как поменялся или остался прежним знаешь да у меня не я не помню путешествие не счастливых не не помню вот на что это было очень тяжелое безумно тяжелый для меня это сейчас я когда смотрю имя почему именно так вот рецепт счастливого путешествия от гейка знаешь я не устаю повторять гениальные слова нашего прживайского знаменитого замечательного путешественника настолько точные он сказал самый верный способ удлинить жизнь это путешествие и если каждый из нас вспомнит скажем свои путешествия и убедиться что прживайский совершенно абсолютно прав потому что плотность событий настолько велика что кажется что это было не неделя когда ты лазил там где-то по горам до или ты или по европе их говорят образ плохой сейчас он не позитивно как на войне но это как бы в хорошем смысле плотность а вот не настолько велика что кажется что ты прожил уже я не знаю сто лет двести лет ну во многих странах ведь познание мира и бога это прежде всего было пилигримство то есть путешествие это в общем-то и в любой религии мира отражено как путь путь это познание и потом ты знаешь в мире есть не так уж много чудес света и их не так уж многое но я конечно не далеко не все видел но я считаю что одно из величайших чудес света это лас-вегас это даже не гранд-каньон хотя это зрелище само по себе потрясает действительно гранд-каньон где далеко далеко внизу в синеве небо летают птицы там только небо вот а лас-вегас это это фантастика и кстати чудес света много в америке нью-йорк раз ну ниагара в меньшей степени ниагары мне не показалось так там энергетичный город вам на земле по нью-йорк поможешь когда подъезжаешь к нью-йорку севера от бостона по восьми полосной автостраде когда видишь панораму километров 30-40 под тобой вот эта чаша гигантская и в ней заводы фабрики и все работает и все дымит пищит свистит крутится шипит и когда ты знаешь о том что воловой продукт города нью-йорк больше чем весь воловой продукт российской федерации то ты начинаешь эту нацию уважать согласен ну и напоследок рассказать веселую историю от гейка веселую историю слушаем и подъезжаем мы к лас-вегасу я спрашиваю а компания была тогда начале путешествия лосенков алексей сам себе режиссер и сережа кожуров генеральный директор издательского дома новая газета мой старый друг но ласенков все увидел все знает я сергей спрашиваю а я уже в вас вегасе то третий раз я жму и причем два раза я выигрывал то я ни разу вас вегасе не проиграл вот я спрашиваю сергей сидишь ты играл хоть раз рулетку то он говорит нет я ключ и ни разу в ни разу для серега я посмотрела не внимательно ты сегодня выигрыш я сам не думал мы приехали устроились в одну из лучших гостиниц люксор это пирамиды с лазером бьющим естественно как можно быть в лас-вегасе не сыграть естественно мы пошли играть но взяли там что-то я не помню по 100 баксов фишки эти серега сидит а у меня же каждые три часа связь москвой но связь еще не настало серого сидит упорно смотрит смотрит но я уже внимание обращаю начинаю потихоньку играть и вдруг объявляет крупье а это потом в конце вторая его ставка была нет еще не объявляет и рукам берет я не помню какую фишку может 10 долларов может 25 на зеро ставит я могу да ты чё 37 37 кратный выигрыш ладно ладно и что ты думаешь выпадает зеро он ему как сдвинули это все я тут же рванул в номер а у меня телефон был который работал по всему миру безлимитный знаешь какой счет был конце кругосветки 15 тысяч долларов на этом телефоне я звоню в редакцию начинают гнать буквально репортаж о том как сергей николаевич кожиуров генеральный директор издательского дома новая газета первый раз жизни вот новичкам везет поставил прихожу назад сережа сидит пишет по много видно не играл сидит сидит этот крупье объявляет господа делайте последнюю ставку стол закрывается сережа опять мечет фишку опять на зеро и опять выпадает зеро вот клянусь перед всеми святыми но хорошо мы выиграли хорошо поправили материальное положение на где-то ты щенки полторы по вот такая была замечательная история хорошие правильно говорят новичкам везет ну на этой ноте мы заканчиваем передачу спасибо юра с вами был игорь тимофеев хроника счастливых путешествий смотрите нас как не каждое воскресенье но воскресенье до свидания до свидания и и